Приветствую вас, если я правильно понял, ваша проблема заключается в отсутствии мотивации. Свой вопрос вы до конца не дописали, очевидно, помимо только того, что вы вот сказали, значит, что нападают сильные люди. Знаете, вот в этой фразе я увидел у вас такое подсознательное стремление сбросить в себя ответственность, некую, знаете, то есть, может быть даже страх, может быть даже страх, почувствовать, что вы ответственны за что-то и вообще восприятие ответственности как, ну, исключительно что-то, знаете, такое прямо негативное, прямо такое вот само из себя страшное и так далее. Потому что, ну, если бы это было не так, да, то вы бы сказали немножко по-другому, вы бы сказали, что я ленюсь, я не хочу что-то делать, это в общем и целом совершенно нормально. Вот. А если вы, ну, если вы не хотите делать, ну, что-то, вот, но тем не менее вы как бы утверждаете, вы утверждаете, значит, то, что на вас нападает лень, вот, то есть я вот хочу вас в общем-то спросить, а лень, она вот нападает, да, она как это вообще происходит? Ну, то есть, если у вас здесь какой-то момент связанный с тем, что нападает лень, если здесь какой-то аспект связанный с тем, что лень нападает, то есть лень нападает когда, лень нападает как, знаете, какая история. Вот. Мне кажется, что это очень важно рассмотреть. Мне кажется, что это очень важно разобрать, ну, просто потому что, от того, как вы воспринимаете свою лень, от того, берете ли вы ответственность за нее или нет, зависит, ну, на самом деле очень много. На самом деле очень-очень много от этого зависит. Вот. Дальше, дальше, что я вам хотел сказать еще. Значит, проблемы с мотивацией всегда связаны с отвлечением, да? То есть, вот. То есть, вот. А вы на что-то отвлекаетесь, вы на что-то переключаете свое внимание, вот. И, соответственно, это не позволяет вам делать вот то, что вы хотели бы, собственно говоря, делать, то, что вы, ну, могли бы сделать, да? Да. Но не делаете. Вот. И, на мой взгляд, это история про то, что вы себе запрещаете, на мой взгляд, это история про то, что вы себе не даете. На мой взгляд, это история про то, как вы себя подавляете и как вы не являетесь собой. А, в общем-то, игнорируете свое состояние, свое чувство, свое, собственно говоря, тело, свою психику, которая свидетельствует вам о том, что у нее есть какие-то потребности и желания в общем и целом. Вот. И это история о том, что вы не позволяете себе делать то, что хочется. Так же, это история о том, как вас, именно вас, внутри вас, борются, вероятнее всего, несколько противодействующих сторон. Например, вы, например, ваша, допустим, семья, которая, вероятно, от вас чего-то ожидает. И вот между ними, между вами точнее, разворачивается вот эта вот битва, значит, по поводу того, что вы хотите. И настолько вы сделали, значит, своей, вот эти вот эмоции, своими точнее, вот эти эмоции, которые вы испытываете, что вы уже, в принципе, могли даже и забыть о том, какие эмоции вы испытываете сами и что вы вообще, ну, хотите, от, собственно говоря, себя. Да, то есть, что вам вообще, собственно говоря, это нужно. И это не так уж в общем и целом странно выглядит, потому что если у человека проблема с мотивацией, значит, он себя явно подавляет. Ну, и можно говорить о том, что человек не так уж сильно себя и любит, в общем-то, можно говорить о том, что человек не так уж себя и ценит, в общем-то. Можно говорить о том, что, ну, чего человек хочет, можно говорить о том, что человеку вообще нужно. Учёба вообще, то есть, вам самой, например, entren или нет? consciente какая штука. Вот, если вам самой, например, учёба является возможным выполнением бизнес-ыграйератора. Если вам самой учёба не нужна, то возникает вопрос, а для чего тогда вы, собственно, учитесь? Зачем вы учитесь на том же, значит, музыкальном, если вы хотите, например, чего-то другого, допустим? Ну вот, такая история здесь, на самом деле, на мой взгляд. Вот, и соответственно, я предлагаю вам и с этого начать, в первую очередь. То есть я, конечно, не знаю, я, конечно, не знаю, может быть у вас есть апатийные какие-то проявления, что уже более такой глубинный характер носит. Вот. А может быть у вас есть что-то связанное с депрессивным состоянием, что, в общем-то, тоже носит довольно глубинный характер по непринятию себя. Вот. Не знаю. Потому что вы свой вопрос по сути-то дела не написали и раскрыли совсем чуть-чуть, как вы, в общем-то, не написали то, чего вы хотите от психолога. То есть, что вам, собственно, нужно от нас, какой вопрос, какой запрос у вас. Обычно, обычно, запрос он такой. Хочу, например, как говорит человек, перестать лениться. Вот. Я лениваюсь, я не хочу лениться, хочу перестать лениться. В общем и целом, это неплохо, но есть проблема. Проблема заключается в том же, что все эти идеи, все эти мифы о том, что есть мотивация, что должна быть мотивация, вот. Все это мифы, на самом деле, вот, потому что, ну, как бы вы, я надеюсь, понимаете, что если человек хочет чего-то, да, он этого, он этого старается добиваться сам. Если человек не хочет этого, значит, его заставлять, это означает, принуждать, насиловать, там, и так далее. Вот. А я, если честно, не думаю, не думаю, что это хорошая идея, вот, для человека, в том числе, в том числе и для вас, потому что вы тоже человек, вот. Поэтому я рекомендую вам, если у вас запрос вот такой, да, вот, если у вас запрос, если он у вас, этот запрос связан с тем, что вы хотите перестать лениться. Я хотел бы, чтобы вы, вот, в контексте этого, своего запроса, немножечко его поменяли, да, и перефразировали его с я хочу перестать лениться, да, на вот то, что я хочу делать, то, что мне, в общем, ну, нужно, то, что мне, в общем, важно, вот. Я хочу найти себя, например, вот такая история, более, ага, такая история более плавная для вас, более качественная для вас, более позитивная для вас, более щадящая, если угодно, для вас. Понимаете, в какой момент, вот. Любить, ну, на себя, с любовью относиться к себе, тогда и, в общем-то, лени не будет. Лени, это свидетельство того, что то, что вы делаете, что-то из этого является неправильным, либо неподходящим вам, либо вредным для вас, вот. Это сигнал, лень, это сигнал. И то, что вы делаете сейчас, это, к сожалению, игнорируете этот самый сигнал. И вот, давайте все-таки будем, будем более чувствительны к тому, что говорит нам наше подсознание, если мы чувствуем лень, то не будем обращать на нее, не будем не обращать на нее внимание. Внимание, очень часто бывает и такая история, когда человек, ну, например, имеет, знаете, ну, какие-то неоконченные дела, совершенно. То есть, ну, грубо говоря, какие-то неоконченные дела человек умешает, вот. Какие-то неоконченные дела человек умешает делать то, что он, собственно говоря, хочет, то, что ему, собственно говоря, нужно нужно, вот. Какие-то дела, бывает, человека отвлекают. То есть, его просто отвлекают от того, что он, вот, собственно, хочет сделать. И в этом случае, в этом случае нужно, опять же, опять же, нужно посмотреть. Нужно посмотреть, нужно посмотреть, что именно, что именно вас отвлекает, если отвлекает. Знаете, вот. Мне кажется, что это, ну, тоже очень такой важный момент, если мы хотим помочь вам, если мы хотим что-то исправить. Да? Вот. Значит, соответственно, я думаю, что вот так вот вам можно ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что мой ответ вам помог хотя бы получить, значит, представление о том, что с вами происходит, и представление о том, куда вам можно двигаться. двигаться дальше. Вот. И что с этим делать? То есть, обычно, обычно люди говорят, как мне подавить лень, как мне побороть лень. Обычно говорят так. Вот. Я не здоровник таких вещей что-либо побороть. Я здоровник того, чтобы раскрывать человека. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.